Вот я включаю электроснабжение. Счётчик не работает. Электроснабжения в гараже нет. Такая ситуация, по словам председателя ГСК-15, Игоря Блохина, во всём гаражном кооперативе. Свет здесь отключили два месяца назад. С тех пор ходить в гараж с фонариками вынуждены больше 300 владимирцев. Всё это время люди пытаются выяснить, в чём дело. Долгов у кооператива нет. Никогда я могу поручиться никаких претензий к ГСК-15 ни по вывозу мусора, то есть у нас заключен договор на вывоз мусора, ни по оплате электроэнергии, ни по оплате земельного налога. Никаких представлений от государственных органов мы не получали. Да, безобразия, света нет. И ничего сделать не можем никак. Бегаем, никому ничего не должны, а света нет. Почти половина владельцев гаражей – пенсионеры и инвалиды. Люди хранят в подвалах запасы на зиму. И теперь, каждый раз, спускаясь за овощами, боятся получить травму. Вот набрать картошечку, подвал, темно, хоть глаз выколи. Безобразие. А как сейчас набирали картошку? В патьмах на ощупь потихонечку набрал. Договор на поставку электричества в ГСК-15 заключён с компанией «Энергосбыт Волга». По словам собственников гаражей в устной беседе, её сотрудники объяснили отключение света проблемами на 114-й подстанции, от которой запитан кооператив. Но официально эту информацию Игорю Блохину никто не подтвердил. На данный момент я от «Энергосбыт» сам никаких извещений не получил. Мои обращения по телефону остаются без внимания. Никакого движения по восстановлению электроснабжения данной подстанции нет. Как людям даже в светлое время спуститься в подвал в отсутствие электроэнергии? На этим вопросам никто мне не отвечает и никто не хочет на него. Хотя бы мне даже не могут озвучить примерные сроки, когда это будет что-то решено вообще. И какие вообще действия предпринимаются. Нашему каналу в «Энергосбыт Волга» пояснили, что света в гаражном кооперативе действительно нет из-за отключения 114-й подстанции. Раньше она принадлежала тракторному заводу, но после банкротства предприятия нового собственника подстанции найти не могут. Без этого восстановить электроснабжение невозможно. Письма были направлены в антимнопольную службу, в администрацию города Владимира и также в три организации, которые предположительно являются собственниками данных сетей. На данном этапе мы находимся в состоянии ожидания на нашу письмо в городскую администрацию о сроках проведения совещания, на котором и будут определены сроки возобновления электроснабжения ГСК-15. Получается, что решение проблемы 300 владельцев гаражей сейчас зависит от того, насколько активно к ее решению подключатся городские власти. Если в ближайшее время в ГСК не включат свет, люди намерены обратиться в прокуратуру. Оксана Любимова, Константин Миронов, Андрей Беляков и Егор Герасимов. Губерния, 33.